А существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД С вами говорит стихами, существенно не важно, доктор Волощук СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-поэзии! Сегодня у нас своеобразный юбилей! В прошлый раз тоже был юбилей, мы отмечали дюжину своих выпусков рок-поэзии Сегодня же 13 выпуск, тоже дюжина, но чертова Цифра магическая, связанная с потусторонними силами, очень популярными в нашем современном мире Особенно среди рокеров-хэви-металистов Люди, отдавая им дань, даже праздник посвятили особой – Хэллоуин Который будут праздновать во всем мире через неделю Но честно говоря, когда я сочинял стихи к этому выпуску рок-поэзии То ни о каком Хэллоуине и не думал А в анонсе, говоря о темных силах, воздействующих на низменные человеческие чувства Делал это исключительно с целью обыграть магическую цифру 13 Но когда я увидел, в каком виде мой любимый и гениальный клипмейкер Выпустил анонс 13-й рок-поэзии То понял, что мы введем наших подписчиков в заблуждение Ожидающих развеселых стишков о маньяках, вурдалаках и прочих чертях Поэтому вчера вечером мне пришлось срочно сочинить стихотворение Уточняющее тематику сегодняшней рок-поэзии И назвал я его «О главном соблазне в бесовском арсенале» Таким образом, к пяти традиционным стихотворениям в каждый рок-поэзии добавилось шестое Что ж, в этом самом событии уже есть какая-то чертовщина Поэтому перед началом основного текста зачитаю вам это пояснение под номером 6 И надеюсь, что любителям Хэллоуина все же понравится весь выпуск под номером 13 О главном соблазне в бесовском арсенале Вихри враждебные веют над нами Темные силы нас вечно гнетут Делают всех нас друг другу врагами И загоняют нас в грех и в облуд Весело так, стал родным Хэллоуин нам Нечисти праздник, мы здесь как свои Верим маньякам, монстрилам, вампирам Почему нет? Мы же все как они Нас соблазняют и мы соблазняем Нас унижают, мы тоже не прочь Мы добродетельны, пока мечтаем Но все проходит и близится ночь Многие думают, главным соблазном деньги являются секс и вину Это не так, действует безотказно Зов справедливости, вот что смешно Самое грозное это оружие Темных бесовских безжалостных сил В бойню кровавую бросают души За справедливый и праведный мир В бойню гражданской войны, революции Что человек? Здесь побольше масштаб Здесь миллионы во мраке иллюзий Резать готовы, других убивать Может быть я огорчу тех, кто думал Что про вампиров здесь будут стихи Нет, говорить буду я про безумства Те, что мы сами творим, дорогие мои А теперь перехожу к основной теме И надеюсь, что и в сегодняшних моих стихах Будут звучать добрые слова и мысли Которые вам понравятся Хотя я буду сегодня говорить о том Как непросто жить на белом свете И простым людям, и богатым И музыкантам, и политикам Одно стихотворение даже так и будет называться Непросто жить на белом свете На написание этого стихотворения Меня натолкнули мои рассуждения Об иерархии человеческих пороков Какой из них главный А какой второстепенный или вторичный Производный, порожденный более главным Пороком Я пришел к выводу Что есть естественные пороки Заложенные в нас самой природой Но их, наверное, и пороками называть-то нельзя Они становятся пороками только тогда Когда мы позволяем им завладеть нами полностью Когда они побеждают наши добродетели А есть пороки искусственные Взращенные нами самими И вот один такой, на мой взгляд Очень распространенный в настоящее время Причем во всем мире порок Это непрофессионализм Это точно порок искусственного происхождения Без обсуждений Так как взращивается самим человеком В ходе паразитирования и упорного ничего не делания При этом Этот прекрасный образец искусственных пороков Очень усиливает все естественные пороки человека И в первую очередь зависть Вот об этом я и буду говорить в стихотворении Не просто жить на белом свете Не просто научиться нам профессии И лень мешает нам И молодость, и спесь А это главная причина нашей зависти Ведь мастеру всегда завидует бельмес Не просто научиться и молчанию Не говорить, когда можно молчать Что слово серебро Об этом знают все Про золото не помнят стар и млад Не просто стать богатым Даже мастеру И в прошлом, а сейчас еще трудней Не просто заработать Это скажут все Но сохранить и приумножить посложнее Не просто отстоять свое достоинство Всегда приходится идти на компромисс Еще трудней понять, как обустроены У компромиссов контуры границ Не просто выслушать чужое мнение Еще труднее чью-то правоту признать Но чтобы преодолеть нам заблуждение Надо учиться признавать чужой расклад Не просто принимать нам что-то новое Все непривычно и непросто принимать Всегда нам кажутся умалишенными Кто из других систем координат Не просто и детей людьми воспитывать И сложность заключается не в том Чтобы говорить им правильные истины А самому им соответствовать во всем Из этого стихотворения вырастает следующее В котором я рассуждаю о том А как же научиться и профессионализму И богатению И молчанию И спокойному и мудрому Восприятию чего-то нового и непривычного И умению идти на разумные компромиссы И воспитанию детей Если свести эти вопросы в один всеобъемлющий вопрос То он зазвучит так Как же стать таким умным Чтобы все это научиться делать А задумываясь над ответом на этот глобальный вопрос Возникает вопрос еще сложнее А мудрый и умный Это одно и то же или нет Вот об этом мое следующее стихотворение Которое я назвал О мудрости и смелости Каждый из нас не отказался бы быть мудрым Каждый, наверное, об этом размышлял Только мы часто путаем слова Мудрый и умный А это очень разные слова В чем разница и не ответишь сходу Эзоп, прыгнувший в пропасть, был мудрец А раб, выбравший жизнь, а не свободу Может и умный, но лишь среди таких же, как и он, овец Или предатель, тоже вроде умный Чувствует нюхом, с кем ему дружить Да только презирают его люди И кого предал он, и кому хочет угодить И труса, что начитанный и умный Предусмотрительный, не назовем мы мудрецом Жизнь прошла мимо, не решился на поступки Такого умника можно назвать только глупцом Я сделал вывод Мудрым может стать лишь смелый Кто не боится полноценно жить и рисковать Трус, даже очень умный, опытный и зрелый Лишь умником чванливым может стать Предатель мудрым быть не в состоянии Хитрым быть может, мудрым никогда И без достоинства ты мудрецом не станешь Не станешь мудрым с психологией раба Но многим кажется, что начитавшись книжек Можно стать поумнее мудреца Нет, господа, полезных множество кретинов Что служат наглым, дерзким, шустрым подлецам Преодолеть свой страх способен только мудрый И честь поставить выше жизни может он Предатель, трус, халуй Начитаны бывают, хитроумны Но я не знаю мудрых трусов, халуев и подлецов Мне тоже хочется быть мудрым человеком Быть благородным, смелым, выше жизни ставить честь Поэтому молю я Бога повести себя достойно Когда внезапно вдруг в глаза мои посмотрит сама смерть А в следующем стихотворении я порассуждаю о том Что даже если ты стал мудрым и смелым Никто не даст тебе рекомендации, как жить на белом свете Как строить свою жизнь, как поступать в той или иной ситуации Это делать всегда было нелегко, в любые времена и эпохи Но особенно трудно, на мой взгляд, это в сегодняшнем мире С его колоссальным ускорением и огромным массивом информации Ежедневно вываливающейся на голову современного человека Информации разновекторной, сбивающей с толку даже очень умных людей Это трудно сейчас и потому, что человеческое сознание Все глубже погружается в виртуальное пространство Оторванное от реального мира, в некую параллельную реальность Я точно так же, как все, не знаю, как нам оставаться реальными людьми в этой ситуации Я просто размышляю об этом в этом стихотворении Но что-то интуитивно мне подсказывает, что мы сможем сделать это только все вместе Поэтому и стихотворение называется Нам только вместе выбираться Мы шизофрениками стали поголовно Мысли разорваны, между собой ведут войну Мы соответствуем критериям дословно От греческого «расщеплять» и «ум» Обрывки фраз, фрагменты текстов, заголовки И кроме слоганов, память уже не держит ничего Искусством стали полуфабрикаты, заготовки Поэзия бессмысленно, обрывисто, как все вокруг Особенно шизофреничной песни, где рваный текст стал верхом мастерства Но что поделаешь, он отражает мир чудесный, что создали мы сами для себя Как удалось нам, и при этом очень быстро, в бред параноидный, так погрузить себя Стерлись границы между слоганом и смыслом Реальность стала виртуальностью, друзья Чем звонче слоган, громче звук, реклама ярче Тем меньше тех, кто пробует вникать, что же стоит за всем происходящим Где, почему и в чьей системе мы координат Все ярко, все блестит, баян играет Все веселятся, шумно празднуют успех А кто пытается кричать «Стойте, ребята, давайте думать» Вызывает только смех Нет, господа, я никого не поучаю Упаси Боже, я такой же, как и все И точно так же телевизор я включаю Смотрю рекламу о попсе и колбасе Так что нам только вместе выбираться Из виртуальности в реальный трезвый мир Ни один умник нам не даст рекомендаций Как без ошибок и без крови в этот мир прийти О существенном и важном О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук СД С вами говорит стихами О существенном и важном Доктор Волощук СД СД Остер Остер